Субтитры создавал DimaTorzok 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 Д ό Sex поран Диму Уis-iu-iu Субтитры создавал DimaTorzok Что ты понимаешь отсюда? Дорога от Курана и Сунны Так что в Куране و Сунне приходят утверждения Атрибутов Всевышнего Аллаха в конкретностях Прис시간 в отчких людях «Вославляй имя Твоего Господа Великого, Который сделал то, Который делает так, Который вывел то». И Всевышний Аллах в подробностях выявляет и разъясняет о своих атрибутах достоинства, о своих атрибутах совершенства и абсолютности, и о своих действиях. Почему так? Потому что когда перечисляются атрибуты положительные, то есть атрибуты утверждения перечисляются в подробностях, это выявляет совершенство и полноценность объекта больше. То есть если ты будешь упоминать о человеке, скажешь «этот человек благородный, этот человек щедрый, этот человек смелый, умный, у него прекрасное зрение, у него высокий рост, у него прекрасное телосложение». То есть каждый раз, когда ты перечисляешь атрибуты утверждения, чем больше ты их перечислишь, тем явнее становится совершенство этого объекта, которого ты описываешь. Поэтому Всевышний Аллах атрибуты утверждения утверждает как подробности в конкретном виде, перечисляя каждый по отдельности атрибут. А что касается наоборот, что касается отрицания, то Всевышний Аллах спануаталя не перечисляет этого в подробности. Почему? Потому что если даже мы представим, например, перед нами какого-то правителя. Если ты придешь к правителю и скажешь «О правитель, ты не уборщик, ты не тот, который делает хиджаму, ты не тот, который моет полы за деньги, ты не тот, который убирает мусор за людьми, ты не тот, который подметает улицы по утрам, ты не такой, ты не слепой, ты не глупой, ты не больной» и тому подобное. То есть перечисляет различные отрицания, недостатков от этого правителя. Что этот правитель скажет? Правитель его за это похвалит или наоборот накажет его за это? То есть это будет принято правителем в форме какой? В форме издевательства. Скажет «Ты что, издеваешься надо мной?» Необходимо тебе сказать как, если ты хочешь меня восхвалить отрицанием недостатков, то ты их должен отрицать в общем виде. Ты должен сказать как «Ты правитель, которому нет никого равного в этом государстве, ты правитель, с которым не сравнялся никто» и тому подобное. То есть если ты хочешь меня восхвалить, ты не должен перечислять эти мелочи по одному, по второму отрицать меня недостатки. Но недостатки отрицаются в общем. Если хочешь похвалить, то утверждай мне атрибуты совершенства. Ты смелый, ты благородный, ты щедрый. Это будет чем? Это будет восхвалением. Всевышний Маллах, сфану а таля, принадлежит наивысший пример. Поэтому относительно Всевышнего Маллаха все эти подробности в отрицании недостатков не перечисляются. Вот это ясно? Смотри. Поэтому имам Ибн Абин Абин Айз Аль-Ханафи говорит Говорит, утверждение атрибутов Всевышний Маллах, сфану а таля, в Куране и в Сунне приходит в подробности. А отрицание недостатков приходит лишь в общем. Смотри. Наоборот, дороги кого? Философов. Противоположно дороге философов. Это и есть та основа, ложная, заблудшая, о которой мы сейчас ведем речь у матуридитов и ашаритов. Они что делают? Они противоречат Курану и Сунне и противоречат Ажли Сунну Аль-Дяма и утверждают Всевышний Маллах, сфану а таля, атрибуты лишь в общем. Издалека не перечисляя атрибутов совершенства Всевышнего Маллаха в подробности. Но наоборот, что касается отрицания недостатков от Всевышнего Маллаха, то они этим занимаются в подробности. И приводит Ибн Абель-Из, Аль-Ханнафи, пример их слов. И говорит, хумя кулюн, то есть философы говорят, Лейса биджисын, вала шабах, Всевышний Аллах не является телом и не является призраком. Вала джутса, не является телом. Вала сура, не является образом. Вала лахам, вала дам, вала араб, не является мясом, не является кровью, не является араб. То есть абстракция, имея в виду араб, как ширина, глубина, долгота. Это что называется? Смысловые понятия, абстракция. Говорит, вала биди льон, вала таам, вала раиха. И он не тот, который обладает светом, и он не обладает вкусом, и он не обладает запахом. Вала маджаса, и он не тот, кого можно потрогать. Вала биди харара, вала бруда, и он не горячий и не холодный. Вала рутуба, вала ябуса, и он не влажный, не сочный и не сухой. Сухой, не высохший. Вала туль, вала арб, он не касается его понятия длины, а также ширины. Вала рум, вала щима, вала фтирак, и не касается его понятия глубины. Он не собран, но он и не расчленен. Вала я тахаррак, вала яскун, он и не двигается, но и не находится в спокойствии. Вала сабиди абаад, ваачда, ваачаварих, вааба. Он не состоит из каких-то частей или органов тела. Вала сабиди джихад, и не относится к нему в какие-либо направления. Вала биди ямин, вала щималь. Он не справа и не слева. Вала биди амам, вала хальф, вала фаук, вала тах. И он не спереди нас, и не сзади, и не справа, и не слева, и не сверху, и не снизу. Вала юхиту бинимакан. Никакое место не охватывает его. Вала яджри алейхизаман. Не имеет к нему отношения время и его течение. Вала юсафу бишей, мин сытатил хал, аддалла ала худуси им. Говорит, и он не описывается никакими атрибутами творений, которые могут указать на то, что он сотворен. Вала талай. И тому подобное. То есть смотри, имам Ибн Абель Аиз приводит тебе пример того, как описывают философы Всевышнего Аллаха. Противоположно дороге Кур'ана и Сунни. Все время, когда они описывают Всевышнего Аллаха, они используют нафи, отрицание. Ла, вала, вала, и не такой, и не такой, и не такой. То есть не используют при описании Всевышнего утверждения. Всевышний Аллах такой, Всевышний Аллах такой. Но наоборот, используют отрицание. Говорит Ибн Абель Аиз. Валь максуд анна галиб акаидахум ассулюб. Говорит, цель нашей речи указать на то, что галиб акаидихим, то есть большинство их акаид убеждений ассулюб, это отрицание. Лей сабиказа, лей сабиказа, Всевышний не такой и не такой. Ваамман избад, сауа калиль. А что касается утверждения Всевышнего Аллаха атрибутов совершенства, то этого у философов мало, встречается редко. Вау анну аалим, кадир хай. Они говорят, он знающий, способный, мощный и живой. То есть утверждают ему некоторые из редких атрибутов. Матуридиты утверждают 8 атрибутов, а Шариты утверждают 7 атрибутов. Смотри, атрибутов Всевышнего Аллаха огромное множество. И из всех этих сотен атрибутов эти философы утверждают лишь 7. А все остальное занимается чем? Отрицанием. Говорит, далее, теперь важный момент, на который нужно обратить внимание. Говорит, И большинство тех отрицаний, которые они упоминают, не взяты ими из Курана и Сунны. То есть, понятно, если они скажут, Он не мертвый, потому что Всевышний Аллах отрицает от себя смерть. Говорит, Живой не умирает. Если они скажут, Он не является неспособным. Потому что Всевышний Аллах отрицает от себя это. И говорит, И так далее. И отрицает от себя неспособность немощных. Говорит, Даже те отрицания, Которые они используют, Большинство их, Подавляющее большинство этих отрицаний от Всевышнего Аллаха, Они не взяли их из Курана и Сунны. То есть, смотря, откуда они вот эти взяли, И он и не холодный, и не горячий, И не обладает вкусом, И не цветом, и не запахом. Он и не сочный, и не сухой. Где-то все взято. Все это нет ни в Куране, ни в Сунне. Более того, брат, Это не только не взято ими из Курана и Сунны, Но выдумано их разумом для определенных целей. Они говорят, он и не тело, У него нет органов тела, Он не расчленяется и не является собранным. Для чего эта фраза? Для того, чтобы отрицать от Всевышнего Аллаха Атрибуты хабария, То есть, которые пришли к нам в Асара, В Куране и Сунне, На которые не указывают разум. Как, например, глаза, лик, руки, Стопа, голень и так далее. Они используют эту фразу, Он не состоит из частей тела, Он не собран и не расчленяется. Для чего они эту фразу используют? Эта фраза не взятая в Куране и Сунне. В Куране и Сунне не пришло таких выражений, Что он не тело, Что он не расчленяется и не собирается и так далее. Но они используют эти суровые фразы, Для того, чтобы напугать человека. Если ты скажешь, что у Аллаха есть нога, Или у него есть рука, Или у него есть глаза, Или у него есть лик, Этим самым ты придашь ему орган тела, И скажешь, что он является телом, А каждое тело является созданным. Одно тело подобно второму, И тому подобное. Запугивает этим человека, Чтобы он отказался от утверждения Всевышнего Аллаха в этих атрибутах. Потом говорят, И он не находится в каком-то направлении. И он возвышен от того, Чтобы быть справа, или слева, Или сверху, или снизу. Для чего это? Для того, чтобы отрицать от Всевышнего Аллаха, Что он возвышен над творениями. Для того, чтобы отрицать от него, Что он находится над троном, Говорят, И не объемлет его никакое место. И он не нуждается в месте. Понятно или нет? Для того, чтобы отрицать, Что он возвышен над троном. Все эти отрицания не пришло на них указание, ни в Куране, ни в Сунне. Ты не найдешь аяты или хадисы, где сказано, он ни в каком-то направлении, ни касается его места и тому подобных хадисов или аятов, ты не найдешь. То есть большинство из вот этих отрицаний взято у них из разума. Для чего? С целью, чтобы отрицать от Всевышнего Аллаха атрибуты, которые утверждены в Куране и в Сунне. Смотри, понятно теперь, каким образом философы из матуридитов, ашаритов и муатазелитов и им подобных противоречат Курану и Сунне и основывают себе ложную основу и ложный фундамент. Это, иншаллах, понятно. Что касается тех отрицаний, которые привел имам Ибн Абель Аиз, то большинство их касается убеждений муатазелитов. Это слова муатазелитов, он не такой, не такой и так далее. Что касается матуридитов, то они также пошли по дороге муатазелита в этом вопросе, но не столь заблуждены, как они. Что касается матуридитов, то они описывают Всевышнего Аллаха атрибутами невозможности. Говорят, инна Аллах ла дахил а'алам ва ла хаариджау. Поистине Всевышний Аллах не внутри этого мира и не снаружи его. И не присоединен к этому миру и не отделен от него. Теперь смотри, тот, который и не внутри мира и не снаружи его, это что такое? Это описание невозможности. Если ты скажешь, опиши мне то, что является невозможным, ты его будешь описывать так. Это то, что ни справа, ни слева, ни сверху, ни снизу и так далее. Есть же эта сказка? Принеси мне то, сам не зная что, откуда, сам не зная откуда, принеси туда, сам не зная куда. То же так же, что описывает Всевышний Аллах а'алам ва ла хааре. Что касается этого описания конкретно, то оно приходит в Китабу-Туахид Абу-Мансура Аль-Матуриди на странице 107. Так же в книге Таб-Сурат-Уль-Адилла нам. Так же в книге Шарф-Уль-Акайдан на София на странице 42. Так же в книге Шарф-Уль-Малакайд восьмой том, страница 23. Так же в книге Шарат-Уль-Марам, страница 197. Книге Таб-Дид Аз-Залям, страница 35, а так же 78. Так же эти матуридиты говорят, что Всевышний Аллах не находится в одном из шести направлений. Он ни сверху, ни снизу, ни справа, ни слева, ни спереди, ни сзади. Это конкретное описание Всевышнего Аллаха имеется в их книгах. Книге Бад-Ал-Амали, сего Шарф-Уль-Мал-Ал-Маали, страница 23 по 25. Так же в книге Таб-Тарика Аль-Мухаммадия, страница 17. Книга Шарф-Уль-Малакайд, страница 40, Шарф-Уль-Малакайд, восьмой том, страница 19. Хаши-Ят-Уль-Касталли, страница 72, книга Аль-Небрас, страница 180. Так же они говорят про Всевышнего Аллаха, Он не над троном и не над чем-либо иным. Такое описание Всевышнего Аллаха приходит в книге Усу-Люддин, Аб-Уль-Юсра Аль-Баздауи, на странице 28. Так же книга Дау-Ал-Маали, Булла Али-Ал-Кари, на странице 25. Более того, они говорят, что Всевышний Аллах не находится над этим миром, над этой вселенной. Это из книги Усу-Люддин Аб-Уль-Юсра Аль-Баздауи, на странице 31. Более того, они обвиняют в неверии того, кто скажет, что Всевышний Аллах над небесами, и то, что Он сверху, то, что Он над творениями. Если кто-то так скажет, они обвиняют его в неверии. Как это пришло в их книге, Аль-Бахра Раир, 5 том, страница 120. Мы перечисляем все эти источники, чтобы затем не пришел какой-либо умный из них, и не сказал, что мы налгали на них, оболгали их и придумали на них то, чего они не говорят. Все это является их фразами и их выражениями, которые пришли в их книгах. Если придет какой-то матуридит и скажет, я таких убеждений не имею, мы скажем ему. Нас волнует, что приходит в ваших официальных источниках и что приходит в ваших официальных книгах. Что касается тебя, то если ты не имеешь такого убеждения, то либо ты плохо учился и сам не знаешь, какие убеждения имеют матуридиты, либо ты учился хорошо и считаешь эти убеждения неправильными. Тогда только должен радоваться тому, что мы это опровергаем. Вот это, что касается их ложной основы. И того, что эта ложная основа действительно имеется в их книгах. Теперь необходимо разобрать один важный вопрос, который касается этой же самой основы. А это, почему привернуться сунны и почему Кур'ан и сунна в первую очередь не описывают Всевышнего Ава Сфанаталя различными видами отрицания. Секрет этого в нескольких моментах. Во-первых, потому что описание отрицанием является ничем. То есть, когда ты говоришь, он не глухой, он не слепой, он... Это не указывает на совершенство. То есть, если перед нами ничто, что-то несуществующее, его тоже можно описать всеми этими отрицаниями. Он и не глухой, и не слепой, и не влажный, и не сухой и так далее. Поэтому Всевышний Ава Сфанаталя не описывает себя отрицанием. Кроме как в некоторых случаях, преследуя в этом некоторые цели, как мы упомянули вначале. Почему Всевышний не описывает себя отрицанием? Потому что отрицание ничто. Отрицание ничто, и не указывает на совершенство. Поэтому Всевышний Аллах Сфанаталя, если отрицает от себя что-либо в Куране, то он упоминает после этого утверждение противоположного. Говорит, Ничего не способно привести в неспособность Всевышнего Аллаха Сфанаталя ни в небесах, ни на земле. Поистине он является знающим, мощным. Не останавливается лишь на отрицании от себя неспособности и немощности. Но дальше утверждает, поистине он является знающим, мощным. Почему? Потому что неспособность может вытекать у объекта, либо потому что у него недостаток знаний, либо потому что у него недостаток силы и мощи. Поэтому Всевышний Аллах, отритая от себя немощность и неспособность, говорит, поиск rail он является знающим кадир, мощным. Смотри, Всевышний Аллах не просто отрицает от себя что-то, но после этого отрицания или перед этим отрицанием утверждает противоположный атрибут совершенства. Поиск�� он живой, не умирает. Не говорит просто он не умирает и все, но говорит он живой. Утверждает в себе атрибут совершенства противоположных. А что касается просто голого отрицания, то Всевышний Аллах Сфану Атали этим себя не описывает. Потому что голое отрицание не указывает на совершенство, но является ничем. Также, потому что этим отрицанием может описываться тот, кто не способен на это деяние. Допустим, если мы говорим, этот человек не причиняет несправедливости. Это еще не указывает на совершенство этого человека. Потому что он может не причинять несправедливость. Не потому что он справедливый, а потому что он просто не может причинить несправедливость. Потому что он слабый, не может ответить тем, которые их обидели и тому подобное. Видишь, смотри, когда ты отрицаешь от кого-либо что-либо, это еще не указывает на его совершенство. Но возможно, то, что он не описывается этим отрицательным описанием, просто потому что он не способен владеть этим описанием. Мы говорим, такой-то не причиняет несправедливость даже на вес зернышка. Мы говорим не потому, что он является справедливым, а потому, что он просто не может. Силы нет, мощи нет у него. А если бы была сила и мощь, с удовольствием бы причинил бы несправедливость другим. Ясно или нет? Поэтому Всевышний Аллах не просто отрицает от себя несправедливость, но утверждает при этом, что справедливость и бить. То же самое касается нас. Если мы являемся последователями Курана и Сунны, мы должны от Всевышнего Аллах не просто отрицать недостатки, но после этого отрицания утверждать ему атрибуты совершенства. А также и третья причина этого, почему Всевышний не ограничивается лишь отрицанием недостатков. Потому что отрицанием недостатка можно описать того, кто вообще не способен принять этот недостаток. Как, например, перед нами этот столб. Если мы говорим этот столб и не глухой, и не слепой и так далее. Мы говорим правильно, он и не глухой, и не слепой, но можно ли сказать, что он с отличным зрением и с отличным слухом? Нет. Почему? Потому что перед нами объект, который изначально вообще не принимает описаний глухотой, или зрением, или слепотой, или слухом и тому подобное. Объект, который изначально не принимает этих описаний. Поэтому если люди говорят, Всевышний Аллах и не глухой, и не слепой, и не сырой, и не сухой, мы говорим, это не является указанием на совершенство. Почему? Потому что отрицанием этих недостатков можно описать объекты неживые. Поэтому смотри, что привело этих матуридитов, этих ашаритов и им подобных заводших течений к тому, что большинство их идеологии это отрицание, постоянное отрицание. Что привело их к этому? Боязнь того, что если они будут утверждать Всевышнего Аллаха атрибуты, это приведет к уподоблению Всевышнего Аллаха творением. Мы говорим, вы попытались убежать от уподобления Всевышнего Аллаха творением, но пришли к тому, что хуже этого. И уподобили Всевышнего Аллаха либо неживым предметом, либо предметом невозможным. И сказали, он и не снаружи, и не внутри. Смотри, он и не двигается, и не остается спокойным. Он и не присоединен к этому миру, и не отделен от него, и тому подобное. Это все является чем описанием невозможности. Вы убегали от уподобления Всевышнего Аллаха творением и пришли к тому, что уподобили Всевышнего Аллаха тому, что хуже этого. Уподобили Всевышнего Аллаха неживым предметом, слабым творением или невозможным объектом. Этот момент является важным для понимания. Вот это что касается последней ложной основы и большого фундамента философов, из которых матуридиты и ашариты, которые мы хотели разобрать в этом цикле уроков. У них есть и другие основы, разбор которых затянет этот цикл уроков, поэтому ограничимся теми основами, которые мы разъяснили.